Да, друзья, приветствуем вас сердечно. У меня наш дорогой Игорь Николаевич Острецов, физик-ядерщик, известный тем, что он создал такую новую ВИЧ и сейчас хочет внедрить в Россию для того, чтобы наша энергетика поднималась, потому что энергетика падает во всём мире, во всём мире. Да, Игорь Николаевич? Ну, конечно, из Германии каждый день сообщение, что у них завод с заводом отключается из-за недостатка энергии. Вслед за Европу, за Германию вся Европа, естественно, посыпется. Сейчас уже угроза того, что из-за России органика не пойдёт в Европу. Тогда восточноевропейские страны все провалятся. В общем, кризис надвигается. Я о чём думают начальники, для меня загадка. А вы вот этому товарищу, который там наверху письмо послали, вот... Ой, я их столько написал. Кто сейчас вот этот вот, вы говорили, который министр обороны, что ли? Белоусову, конечно. Да, ему послали письмо, да? Очень много. И мне постоянно обещают, что с ним будет встреча. Но вот сейчас очень много. Ну, его администрация ответила вам, что ли? Да, отвечаю. Формально хотя бы ответили? Ну, да, что вот сейчас очень много проблем с ворами. А воруют ещё? А вон их разгоняет. Ну, то есть опять не до энергетики, что ли? Ну, конечно. Поймать вора – это гораздо более важно. Да. А то раньше не знали, что воры есть, да? Да. Именно сейчас. А вот интересно, вот там вопросы мы зачитывали, вопросы, которые поступили на ваше имя. Я вам несколько вопросов интересных передал. Ну, во-первых, просто обобщу сейчас, чтобы их все не читать, время, чтобы не тратить. Друзья, всё читая, не волнуйтесь, и передаём. И вот там вот насчёт того, что там, значит, с этим никелем связанным. Вы говорите, я уже в теме, я уже понимаю. Игорь Николаевич мне сказал уже, что много очень разработок, но это очень дорогие вещи, да? Да, конечно, потому что никель очень дорогой, полученный его, получать сейчас можно только на реакторах, на быстрых нейтронов, а их во всём мире нет, есть только у нас. Но, так сказать, развиваться они, естественно, не будут, поскольку урана 235 мало, а там надо не до 4% обогащать, как тепловых, а примерно до 20% обогащать по 35-му Уралу. Поэтому это совершенно тупиковое направление, толку здесь никакого не будет. И цены там безумные. Я не буду технические детали рассказывать. Я написал статью на эту тему, там всё это написано, я получил авторское свидетельство. Где могут прочитать, вот, допустим, новичок, который не в курсе темы. В интернете есть. Ну вот, мы можем ссылку сделать. Наташа, ты можешь ссылку сделать, да? Да. Тут иногда новичок заходит какой-то, который не в курсе темы, и поэтому он интересуется. И надо сразу нам подсказать, куда бы ему прочитать. Ну вот, мы такую ссылку дадим. А тут интересный случай был, тут, видимо, она немножко с головой не дружит. Несколько раз писала, прям как отбойный молоток. Вы там дали карточку Игоря Николаевича, якобы его карточку, чтобы ему помогли. А на самом деле это ваша карточка. Мы поняли, мы вас изучили. Скажите им, что это ваша карточка. Моя, конечно. А я это написал, вам уже пора обследоваться. Да. Потому что она уже не первый раз. Прямо как отбойный молоток. Ну, мне ее очень жалко, я просто не знаю, что делать, но она же мусорит наш эфир. Так, Игорь Николаевич, какие вы видите перспективы? Вот, что бы такое вы бы сказали всем, чтобы все бы это немножечко напряглись и сделали? Кнопку какую себе там нажали в интернете, письмо какое-то написали. Ну, сколько можно уже? Письма писать бесполезно. Ну, в общем-то, все равно надо писать, чтобы их постоянно дергать. Но письма уже очень много написано. И я написал, и те, которые меня слушают, туда пишут. Но пока не будет приказа с самого верха о том, чтобы начали эту работу. То есть пока мы будем зависеть от Соединенных Штатов. А там пока выборы не пройдут, ничего не поменяется, да? Ну, и выборы пройдут, тоже ничего не поменяется. Поменяется, когда, так сказать, американцы более сильно провалятся. Либо же наше руководство, имея, так сказать, вот такие проблемы, сейчас в Курской области военные действия идут. Может быть, это как-то развяжет ситуацию и заставит наших уже более конструктивно подходить к проблеме. А какая связь? Вот я не могу понять. Я очень глупый в этих делах, потому что это как бы не моя область, и не политикой мы занимаемся никакой. Просто хочу понять, какая связь. То есть вот в Курске сейчас там идут действия. Какая связь между этими действиями и перспективами энергетики? Вот какая связь? Ну, ведь все войны на Украине, я постоянно говорю, что эту войну можно прекратить немедленно. Но, тем не менее, продолжается. То есть прекратить поставлять Уран в Соединенные Штаты, а на Украину тоже не пойдет. Отрубите все трубопроводы, которые через Украину идут. Идет война, а газ и нефть от нас идут через Украину в Европу. Прекратите, и вся война закончится. Ее продолжают для того, чтобы люди думали, что это самый главный вопрос, а не энергетик. То есть война из-за этого произошла? Конечно, отвлекать внимание людей надо. Сначала вот ковидом отвлекали, войной на Ближнем Востоке, теперь войной на Украине. И все патриоты жуткие, и все борются. А на самом деле это идет война богатых против бедных. Они просто ищут способы, как реализовать сценарий золотого миллиарда. А решить проблему золотого миллиарда может только ЕРТ. А почему золотой миллиард? Потому что энергетика кончается. Ну, конечно. Я постоянно об этом говорю. Ведь эта проблема была римским клубом, сформулирована еще в 70-е годы. Из-за того, что энергетика при существующей инфраструктуре скоро закончится, поэтому золотой миллиард придумали сократить человечество, чтобы хватило только для тех, кто и мужчины. Конечно. Вот сейчас очень сильно пропагандирует малая АЭС. Так а этот золотой миллиард – это одна из причин того, что война в Украине идет? Основная. Естественно. От этого надо… Раньше они об этом открыто говорили, да и сейчас проскакивает. Я все время говорю, вот вдоволь сформулировали задачу, что 4 миллиарда надо уничтожить немедленно людей. Я говорю, ну кто готов, чтобы его уничтожали? Особенно молоднянка. Есть желающие? Давайте продолжать эграбосовать и поддерживать эту власть. Эти связи невидимые. То есть вот между Даотским форумом, войной в Украине, энергетикой, золотым миллиардом, вот эти связи невидимые. Ну какие они невидимые? Если энергии нет, отсюда все следует, весь бардак. Погасить, сейчас у нас везде свет, начнется жидкий бардак. Это же, наверное, люди понимают. Но это сложно представить. Вот чего это вдруг везде погаснет свет? Ну как, то есть, вот Китай сейчас отрубит трубопроводы из Сибири. И чего вы будете? Откуда вы будете электроэнергию получать? И к тому же завод по обогащению урана находится в Сибири, в Забайкале. Ничего здесь не будет, никакой энергии. И вот будете вы против высотки проходить. А там вместо лампочек и световых окна голые задницы торчат. А вот эти 5G там и всякие, которые пугают нас постоянно, вот эти вот какие-то микроволновые воздействия на население с этих фонарей на улицах, а там эти передатчики стоят, вот эти 5G там для высокопроводной связи, высококачественной связи. они тоже могут иметь какую-то... Да нет, ну беспроводной связи в городах нет. Ну в смысле связь, если для разговоров, это все. Нет, ну конечно электромагнитное излучение воздействует на организм, поэтому не рекомендуют вот телефон ухо держать, а пользоваться громкой связью лучше. Да, да. Вот я вот все время... Электромагнитный фон, конечно, проявляется, да, это далеко не главная причина. Так сказать, проблем со здоровьем. Нет, в связи с золотым миллиардом это никак не связано? Да нет. Что они хотят через это... Да нет, золотой миллиард, ему гораздо более эффективные методы нужны. Войны, голод, бардак. А что там с помощью небольшого смартфона с вами сделаются? Это, так сказать... Есть, конечно, люди заболевают, но это крайне редко бывает от этих вещей. Это иронично. Ну то есть вот этих... Они, в общем, ищут гораздо более эффективные методы. Вот ума хватает, да, искать? Да, конечно, не хватает. Они хоть бы... Если бы хотели, я бы им посоветовал, что надо делать даже в этой области. Но они же все тупые, как валенки. Что они могут понимать? А так же вы разговариваете, что вы, Игорь Николаевич? Что они деньги не раздают, а собирают их? Да дело не в деньгах. Денег, вон, американцы уже сколько у них там, этих триллионов долго. И уже, так сказать, покрывать ежедневные там проценты по этим невозможно. Бумаги можно сколько угодно напечатать. Это ерунда. Нечем топить и свет поддерживать. Энергетика сегодня главная проблема. И вслед за ней экология. Вот, допустим, фантастическая ситуация. Допустим, у вас появились все возможности, чтобы сделать этот ускоритель. Вы его разместили в Сырове, да? Нет. Вот фантастическая ситуация. Там делали его. Делали там. И где вы его поставите, чтобы... Ну, где Наташка, приказ, в Дубне. Нет, Наташка. Нет, но... Наташ, книжку свою покажи, слушай, покажи. Пусть она по ходу рекламу сделает в своей книжке, потому что мне прислал там товарищ, мы очень умные, что потрясающая книжка такая, что там очень интересно все. издательство Амрита Руси, вот Наташина книга. 500 страниц у тебя там, да? 566. Да, 5 лет работала. 66 авторучка списала. 5 лет работала. Ну, а там интересно. Там фантастический сюжет и реальный, соединяется. Вот я поэтому сейчас, Игорь Николаевич, насчет фантастического сюжета. Допустим, обратили внимание, Белоусов, да? Белоусов, да? Допустим, прочитал ваше письмо и сказал, Игоря Николаевича ко мне быстро пригласите. Вы пришли к нему, рассказали, а он не энергетик. Ну, а при чем тут не энергетик? А как он поймет? Да что тут понимать-то? Любой человек нормальный еще не понимает, что все проблемы связаны с дефицитом энергии. Ни одно из современных направлений, которые развиваются, проблему не решают. Это они уже поняли, потому что в эти направления они развивают уже там 70 лет. Это реакторы на быстрых нейтронах тормоят. А в ответе ноли. И каждый год они говорят, что до решения проблемы осталось 30 лет. И это они уже говорят 70 лет. Ну, это Академия наук и Машкортовский институт, да? Да, то есть все знают, что основная проблема энергетика. Поэтому нормальный человек, если появилась новая идея, значит, по крайней мере, ее надо попробовать, если те не дают никакого результата. Будьте хоть как стол. А вот эти 500 тысяч, которые вам дали на испытания, помните, вы говорили? Ну да, не испытания, а эксперименты поставили. А куда вы их положили? В Дубне эксперимент сделали. Сделали? Конечно. И какой результат? Нормальный результат, очень хороший был. А что потом не продолжалось? Статья опубликованы на массе публикаций, потом работы продолжались. Участвовали все страны Восточной Европы, Германии, еще кто там. Все начали работать. Потом запретили. Вот мне как-то сложно все это представить. Я сижу с Игорем Николаевичем. И вдруг он таким простым текстом говорит, там включились Европа, другие страны. На самом деле живи так. На самом деле там была уйма людей задействованы, они этим занимались. То есть, на чем все застопорилось? Вот мне непонятно, я не физик, я не могу понять. Что застопорилось, когда американцы проверили, дали контракт, проверили военные приложения, что их авианосный флот обнуляется. Я это постоянно говорю. Вот там один парень написал. После этого запретили. Там кто-то написал, что какая проблема для американского флота, они собьют этот самолет. Я бы хотел посмотреть, если бы они все транспортные самолеты начали сбивать над Персидским заливом. Они там постоянно летают. Там один человек написал. Если бы они стали все транспортные самолеты, только идиот мог написать, что американцы все транспортные самолеты будут сбивать. А на этом самолете не написано, что там Богомоловский ускоритель стоит. Идиотов на белом свете очень много. Там один человек написал. Мне этот аргумент постоянно очень много раз приводили. А авианосец собьет этот самолет. Все транспортные самолеты, которые там летают, их там летает целая куча. И он все будет сбивать. И что страны Персидского залива скажут на это дело. Это же только дурак, могу сказать. Игорь Николаевич, вот там один товарищ, так сказать, писал. Почему Игорь Николаевич все время автоматически повторяет только про этот американский флот? Потому что это основ... А примера нет, он спрашивает. Так нету. Какого другого примера? Это была единственная проверка, которая запретила отвести работы. Ничего другого, естественно, нет. Нет, этого вполне хватает, то, что американский флот обнуляется и вслед за ним Соединенные Штаты становятся обычной региональной страной. У них все их военное могущество только на этом флоте? Ну, конечно, потому что они в любое место приплыли, разбомбили. Каддафи голову отрезали. И все, и устроили в стране бардак на всю оставшуюся жизнь. Потому что там был полный порядок при Каддафи. Вот примеры яркие. У меня товарищ Скоробогатов Володя, который в ГРУ работал, сам начальник ГРУ, четыре раза с Каддафи встречался. Я его спросил, Володь, как это впечатление твои? Нормальный, говорит, парень был, говорит. Да, он в стране устроил очень нормальную жизнь. Они нормально жили. Стала, они уже хотели всю свою валюту вводить для Африки. И вот, собственно, поэтому и уничтожили. Вот интересно, а? Он был очень неглупый, очень мощный мужик. А Андропов, вот как вы считаете, вот после Брежнева была Черненко, потом Андропов, да? Но я уже не помню, кто там был. Как вы считаете, вот эти потуги, которые возникали после Брежнева, чтобы пошли какие-то изменения? Вот Андропов пришел. Он же тоже хотел, чтобы как-то что-то изменилось в лучшую сторону? Или как? Ну, я не знаю, я с ними не был знаком, но я просто знаю, что вся элита советская уже стремилась к западным ценностям. Это я видел на каждом шагу. Как там, чего хотели большие начали. Ну, как правило, наверху сидят достаточно ограниченные люди, потому что бы карабкаться по этому дерьму. Вот эта закономерность интересная. Почему? Это естественно. Интересная закономерность. Чем выше уровень, тем другие правила жизни, другие правила подковерные, игры там. Да нет, ну, конечно, потому что люди начинают лучше жить, начинают все хотеть лучше, лучше, и поэтому их мозги смещаются в эту сторону. Они уже думают, как подгрести как можно больше под себя. Ну, а жены им как, не отразляют их? А жены, вместо того, чтобы ночью делом заниматься, им долгонь только об этом. Давай, тащи, давай, тащи. Правильно? Вот от женщины все зависит. А? От женщины все зависит. Вот она сказала бы... Да не только бы, потому что и мужики тоже к этому тянутся. Понятно, понятно. Игорь Николаевич, что Вы хотите сказать нашим слушателям? Потому что мы скоро с Вами встретимся еще раз. И вот этот вопрос, который был, нам задавали. Что там, Наташа, написано? Калифорнийской компанией... Infinity Power США сообщил, что успешно разработал очень мощную, долговечную атомную батарейку, использующую электрохимические преобразования радиоизотопной энергии. Общая эффективность атомного источника питания превысила 60%, тогда как КПД всех созданных ранее атомных батареек составляет единицы процентов. Это откроет новую главу в атомных системах питания, уверен разработчик и рассказал о поддержке властей США на основе никеля-63, да? Что Вы на эту тему скажете? Очень хорошо, что они повысили КПД батареек. Если бы мы начали никель производить, это привело бы к тому, что никель, его использование в народном хозяйстве, стало бы стремительно расти в гораздо более широких областях, чем при низких КПД батареек. То есть просто эта область применения резко расширится, и поэтому потребности в 63-м никеле будут огромными. Все автономные источники электропитания смогли бы работать на этом никеле. Есть и другие возможности. Вот на 14-м углероде можно еще делать, я пока об этом не писал. Но в принципе, если бы работы начались, мы бы тоже линию запустили. Но если они уже это делают, нужно ли это делать? Они делают батарейки, а не никель. А мы собираемся сделать никель для них. Тогда они смогут начать делать в огромном количестве. Что делать, если я вот ничего не понимаю в физике ягерной? Да ничего там понимать-то, если вы говорите, что я живу, а для этого я покупаю хлеб. Правильно? В данном случае никель является хлебом, чтобы вы жили. Точно так же батарейки, чтобы вы жили, им нужен сравнительно дешевый никель, чтобы область применения резко расширилась. Это не физика, это обычная жизнь. Вы ж когда идете за хлебом, чтобы продлить свою жизнь, вы не против того, чтобы он был подешевле. Так если они уже решили этот вопрос, тогда надо еще... Они решили вопрос с батарейкой. А никель для нее очень дорогой все равно остался. Поэтому область применения небольшая будет. А если никель будет дешевый, то на базе их батареи можно сделать очень широкую область применения. А чтобы сделать никель дешевым? Надо нашу технологию развивать, других путей нет. Вот, вот, вот. Еще один вопрос. А, вот она. Вам задал вопрос про БАЭС. Вы или не поняли, или АС РИСОВ игнорируют. Ну, через меня вы вам передавали. Если не поняли, объясняю. Это АЭС работает уже давно на быстрых нейтронах. Это именно та технология, о которой говорит Острецов. Что она якобы новая. Якобы новая. Это старая технология. Но, к слову сказать, что такое АЭС единственная в мире. Так вот вопрос Острецову. Согласен он, что это и есть та АЭС, о развитии которой, вернее, этой технологии вещает Острецов. Пусть ответит работу, пусть осветит работу БАЭС. К тому, как БАЭС принадлежит. Кому эта БАЭС принадлежит? В инете написано, что она частная. Я ничего не понял. А вы поняли? Ну, естественно, все понял. Вот физикенщик сразу понимает. А я медик не понимаю. Ну, сущая ерунда написана. Написано, что моя технология, это технология быстрых реакторов. Я борюсь с технологией быстрых реакторов. И сейчас все уже понимают, что это абсолютно тупиковое направление. Там нейтроны получаются только отделение 35-го урана, либо плутония 239. А у нас источником нейтронов является ядерный каскад, инициированный ускорителем частиц. Ну, например, протонов. У них критичная активная зона, а у нас глубоко подкритичная. Тысяча раз это долдонили, и тем не менее поступают эти идиотские вопросы. Что я занимаюсь быстрыми реакторами. Что я идиот, что заниматься быстрыми реакторами. Я всю жизнь говорю, что это бред сивой кобылы. Как раз в этом идеологический спор. Как раз в этом. Сейчас даже этот... Это даже я уже понял. Нигматуллин, Булат, сделал доклад, где сказал, что работа по быстрым реакторам – это просто преступление. Они уже 900 миллиардов истратили, и у них до сих пор одна БАЭС. Причем там в основном тепловые блоки. А как вообще это... А ни у кого в мире этой глупости больше нет вообще. А как вообще эта аббревиатура расшифровывается, вот эта БАЭС? БАЭС, Белоярская, что ли я уже забыл, атомная электростанция. Там четыре блока. Два тепловых и два этих на быстрых нейтронов. Один более мощный, четвертый. Вот последнее время там впервые запустили на топливо уже с использованием плутония. Но дело заключается в том, что... Ну, я тысячу раз об этом рассказывал, что для всего этого цикла ядерного требуется уран-235. А его очень мало. Поэтому крупную энергетику, уж не говоря о других всех его недостатках, вы никогда не построите. А впереди, кроме атомной энергетики, ничего нет. И это уже мнение Курчатовского института. Я тысячу раз картинку показывал. Короче говоря, получается, если мы не решим вопрос с энергетикой, приходится сокращать количество людей на земном шаре до золотого. А это невозможно. Поэтому будет уничтожена верхушка. Да, поскольку никто не хочет сокращаться, я, например, не хочу... Да, и тогда будет работать... Поэтому мы все начинаем думать, как этому противоречить. Ну, как, вылезут на улицу и начнут резать все. Да, как в революции обычно бывает. Как обычно. Во всех эпохах, да. Слушайте, друзья, вы когда вопросы пишете, я все передаю. Вопросы и не один раз передаю. Не беспокойтесь, мы все читаем. Я когда читаю, вы там видите, я сердечко ставлю, что вопрос прочитан. Ну, я не отвечаю на вопрос, потому что я не Игорь Николаевич. Я просто делаю свое дело по-товарчески, потому что мне тоже, наконец, достал этот вопрос, как же быть с энергетикой. Потому что я не хочу быть в золотом миллиарде, чтобы меня тоже сократили вместе с моими детьми и друзьями, и вами, моими друзьями. Так вот, поэтому. Что я имел в виду, Наташа, ты все знаешь. Не знаешь тоже. Ура. Поэтому, пожалуйста, когда вы пишете вопросы, продумывайте вопросы. И давайте вместе думать, как быть в этом положении. Как быть в этом положении. Что бы вы посоветовали, чтобы мы быстрее поняли, что нам делать. Ну, как минимум, долбать наше руководство, постоянно писать письма и требования, чтобы, по крайней мере, они по энергетике устроили совещание. С приглашением меня и Академии наук и Росатома. Я их там всем глотки заткнул в пять минут. И главное, чтобы это совещание транслировалось в эфире, чтобы не показывали всякие глупости. Так если вы им все закроете, так как же вы решение найдете, понимаете? Вот тот же вопрос психологический. А вы имели в виду, что вы убедитесь? Ну, потому что я им покажу, что они глупостями занимаются. Да они уже сами все это знают. Это надо просто в эфир высунуть, чтобы им тогда не выглядеть сплошными идиотами. Они сами не будут рот открывать. Потому что если они будут говорить глупости, это запомнят миллионы людей, и это им припомнится, когда ситуация поменяется. Надо публично сделать это. Вот основная задача. В публичном смысле, чтобы... Люди это видели все. Вот это обсуждение, да? Ну, конечно. А у нас есть такие дискуссии где-нибудь там в интернете, по телевизору? Почему? На другие темы бывают и встречи, и дискуссии. Он и правительство показывает, обсуждает всякие вещи. Самый главный вопрос, почему это не обсуждают и не показывают. По энергетике. Вот у меня теперь сложилось такое представление. У меня, как у человека, не сведущего в этой области, представление такое. В мире энергетика заканчивается. Поэтому придумана теория золотого миллиарда, чтобы сократить количество людей на планете, чтобы этой энергией продолжали при сложившейся инфраструктуре пользоваться, пользовались те, которые имеют деньги. Власть имущие. Ну, конечно. Поэтому они сокращают количество людей различными способами. Ковидами. Войнами. Войнами. Потом всякими... Даже говорят сейчас о ядерных войнах. Да. Учат людей кушать кузнечики вместо мяса там и так далее. Ну, в крайнем случае, деревяшки пожевать. Да, деревяшки пожевать, да. Да. Ну, я так понял, что из-за того, что не хватает энергетики, они это сами инстинктивно делают или они понимают, что умом это делают? Вот эти вот... Ну, они уже сформулировали проблему золотого миллиарда. Значит, они все понимают. Ну, они свежи с энергетикой ее сформулировали. Ну, а с чем же еще? Естественно. Вот они римский клуб, я понял, еще в 70-е годы прошлого века. А что, для развлечений, что ли, они будут вырезать все население? Не, ну, они это связывают именно с энергетикой. Ну, а с чем еще-то? Конечно. Я не знаю, я не знаю, может, у них, что у них в голове там... Да нет, именно с энергетикой и с экологией. Мы должны вас беречь, мы должны вас омолаживать, Игорь Николаевич. Да вот, я еще скреплю. Да. Я вам ромашку подарил, вы покажете свою ромашку, когда будете делать очередное интервью с кем-то, и меня прославите как художник. Конечно, нет, она у меня висит на даче, на стенке, очень красиво. Редко кашлятся там, потому что мы ему точку нашли. Точку нашли, током ударило. А стаканчик все время стоит. С соплями. И голос у меня изменился. Да, теперь током ударило, потому что Игорь Николаевич занимается внешней энергетикой, а я внутренней. Как говоришь, внутренней. И поэтому мы вместе внешняя, внутренняя, в целости. Игорь Николаевич, что вы хотите пожелать или сказать всем нашим друзьям и тем, которые пришли посмотреть первый раз? Мы еще будем встречаться с вами? Ну, куда денемся? Да, надо. Потому что если я пойму вот эту идею, о чем говорит Игорь Николаевич, вы уж точно поймете. Именно поэтому мы меня посадили тупого рядом с умным, чтобы умный объяснял тупому, отвечал на его вопросы и до вас доносились ответы. Да, придумали такую схему. Мы же люди непростые, мы школа человек будущего, хомо-футурис, творческие люди. Здоровья вам, друзья. Пишите, 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 пишите. Я все читаю, сердечки ставлю, но я там не отвечаю сразу комментом, а передаю вопрос. Сердечки – это факт прочитанности, факт внимания, факт уважения. Ну, не согласия или несогласия. То есть, я там не пишу, я согласен. Нет, я же не физик, я одежу щеку. Это я передаю Игору Николаевичу. До встречи, друзья. Спасибо, до встречи.